Внимание! 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 Спустя 4 месяца после начала пандемии, которая накрыла не только наш регион, но и всю страну, да что там весь мир, говорить о том, когда же уйдет эта зараза по-прежнему еще рано. Но тем не менее, уже можно вспомнить, как это было. Ну, хотя бы для того, чтобы избежать прежних ошибок и научиться ценить то, что имеем и то, что раньше, в общем-то, и не замечали. Когда после серой и гнилой зимы наконец-то началась весна, о плохом, конечно, не думалось. Просто хотелось солнца и света. И перемен. Непременно к лучшему. А сообщения о вспышках инфекции, потом о пандемии, они, конечно, приходили, но все это было где-то далеко, будто на другой планете точно не с нами. А скажите, пожалуйста, что вы знаете о коронавирусе? Ничего не знаю. Обыкновенные гриппы, все. А какие-то меры принимаете, чтобы себя защитить? Да нет, конечно. Какие могут быть? Ничего не хотим дождать. Туры – это все. Какие меры принимаете, чтобы себя защитить? Есть что-то такое? Ну, как говорят, надо сало есть, кашу-перловку. Вот. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что вы знаете о коронавирусе? Знаю, что это ерунда. Какие-то меры вы применяете сейчас, чтобы себя защитить, свою семью от коронавируса? А в каких нет? Никаких миров, у нас нет заболеваний никаких. Первый случай заболевания коронавирусом в Ульяновской области официально подтвердится буквально через два дня, 20 марта. Тревога в обществе постепенно нарастает. Но робкая надежда, что большая беда все же обойдет стороной, еще остается. Правда, совсем недолго. На нашей территории первый случай был зарегистрирован в пятницу. Анализ был подтвержден у подростка, который прибыл из Англии. В настоящее время его состояние ближе к удовлетворительному. Он получает необходимое лечение. По санитарным правилам мы его обследуем и выпишем. Но не скоро. Сейчас у нас еще двое лежат больных, которые приехали из территории, предполагаемо, с коронавирусной инфекцией, с COVID-19. Но они проходят обследование. Первый анализ у них отрицательный. Ждем второго результата. Ринат, в этот непростой период, что больше всего запомнилось в работе? Какой репортаж был самым сложным или самым запоминающимся? Наверное, было три таких самых сложных, даже не то, что сказать сложных, а запоминающихся. Первый – это когда заболел самый первый пациент. Тогда на тот момент был 15-летний подросток. Была уже такая ситуация тревоги. Население уже было встревожено. И нас направили разговаривать именно с лечащими врачами этого мальчика, который уже, по-моему, сутки или двое уже находился тогда в детской инфекционной больнице. Было страшно в плане того, что это что-то непонятное. Никогда, обычно я езжу в больницу и курирую эту тему, но никогда именно в таком каком-то формате того, что, а как, а вдруг мы заразимся, а что? Потому что, ну, эта паника, она охватывает у журналистов в том числе порой. Неделю назад я был, проезжал в маршрутке, и там была новость, ну, по радиоводителям, что 80 тысяч заболевших. Сегодня я проезжал, уже новость тоже про коронавирус, уже 95 тысяч заболевших по всему миру. То есть неделька прошла, а уже 15 тысяч прибавилось. А что вы знаете о коронавирусе? О, это опасное заболевание вирусное, от которого надо уберегаться и уберегаться. Мы знаем, что надо беречься, надо не ходить никуда, надо ручки мыть. Сейчас маски нет, вот, сейчас что-то, ажиотаж какой-то, сейчас грешки скупают, все товары скупают в магазин. Сегодня я хочу отдельно остановиться на вопросах продовольственной безопасности. Я призываю людей не скупать в панике продукты. Искусственно созданный ажиотаж порождает массу слухов. Хочу их развеять. Товарного голода в Ульяновской области нет. Мы ведем ежедневный мониторинг. Отдельные меры предпринимаются по недопущению спекуляции. Прошу сохранять спокойствие и не забывать почаще мыть в хруте. Все будет хорошо. Ради Бога переживали и не такое, и это переживем и перенесем. Живите и радуйтесь, тем более весна. Мне кажется, что это просто, не знаю, какая-то необоснованная паника, и поэтому люди думают так. Ну вы спокойны, что хруппы хватит. Ну да. Все есть абсолютно. И народу никого нет, и в очереди никого нет. Все это глупости великие, чтобы удоражить общество наше. Спасибо. Динамика распространения заболевания в марте еще невелика. Но напряжение нарастает и нарастает. Жизнь меняется. Медицинские маски, которые прежде были без надобности, в аптеках уже не купить. Зато фейки и слухи теперь в изобилии. От колонн труповозок, якобы прибывающих в город, до вертолетов, которые вот-вот будут что-то разбрасывать над домами. Я занимаюсь опровержением фейков уже больше двух лет. И заметила, что именно с началом пандемии связан огромный рост фейков в соцсетях и в мессенджерах. Если говорить о самых ярких таких, в Ульяновской области было несколько фейков, за которых авторов оштрафовали на 30 тысяч рублей. Например, Димитровградец, 28-летний, он преувеличил количество заболевших. Как вы знаете, у нас очень долго вообще в Ульяновской области вначале не было заболевших, а потом был один заболевший. Но он придумал, что у нас несколько десятков, и, соответственно, его нашли и оштрафовали. Потом Ульяновец также придумал, что 60 человек из ВДВ заболели коронавирусом. Тоже абсолютно была ложь, не соответствовала действительности. Якобы 7 человек уже умерли. Тоже его нашли и оштрафовали. Что касается России, практически одни и те же фейки гуляли по каждому городу. Во всех практических городах были фейки, по соцсетям размещались о том, что границы городов закрываются, нельзя ни въехать, ни выехать. Один 13-летний подросток даже нарисовал в фотошопе картинку, где армейские автомобили с оружием на крыше стоят и не пропускают никого в город. Это на границе с Самарской и Оренбургской областью. Мальчика вычислили и его маму оштрафовали как законного представителя этого ребенка. Но были фейки такие яркие о том, что якобы полицейские врачи ходят по домам, всех в принудительном порядке вакцинируют от коронавируса, берут анализы, усыпляют при этом людей, а потом их грабят. Соответственно, такая колесица, которой вообще не случалось, но панические настроения в обществе, конечно, это вызывало. Потом еще эти же фейки стали источниками мемов и таких разных шуток. То есть многие ждали вертолетов, которые должны были ночью прилететь. И просили открывать окна, чтобы эти окна якобы будут забрасывать пакеты с гречкой, туалетной бумагой, чего явно, конечно, не было. Субтитры делал DimaTorzok В самом начале пандемии все получилось так, что мы с женой были в санатории в Прибрежном, это на Белом озере. И вот по телевизору начинают сообщать, что пандемия наступает, наступает, наступает такая нервная обстановка. И потом распоряжение губернатора о том, что санатории закрыть и уже новых не пускают. И так получилось, что мы заехали последними, мы еще успели. Мы заехали 24-го, а 26-го перестали пускать. Санаторий пустеет. И вот в огромном зале, рассчитанном на 100 человек, в центре зала сидим только мы. И больше нет никого. В санатории нет никого. Гуляем по парку мы одни. В совершеннейшем таком одиночестве, в изоляции, в настоящей изоляции. И потом сообщение из Майны, вот где мы живем, из Майны, видео там люди выкладывают за могильный голос, который из колонок по Майне вещает, что жители и гости рабочего поселка Майна соблюдайте осторожность, надевайте маски, не ходите на улицу. Пустынные улицы. Жена в шоке вообще, как ехать домой, мы приезжаем домой, боимся, что нас там остановят гаишники. А где мы возьмем маски? А масок нет, то есть мы без масок, а там, наверное, будут сейчас штрафовать. Мы добираемся до дома, никуда из дома не выходим дня два, на работу ездить не надо. Мы, значит, на работе тоже сказали, что будут такие дежурства, но когда они еще будут, вот сидим. Я выхожу, я созваниваюсь с начальством, выхожу поработать, поснимать на телефон, вот как живет рабочий поселок Майна. Я выхожу на безлюдные, залитые солнцем безлюдные улицы, и на улицах ни души, редко проедет какая-то машина. Уважаемые жители и гости Майинского района. Растет угроза распространения коронавируса. Не выходите из дома без необходимости. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Любой из нас может быть носителем вируса, даже не зная об этом. Буквально через пару часов подпишу указ запретить работать предприятиями, организациями, за исключение аптек, больниц и продовольственных магазинов. Многие тех предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. В общем-то, в семье с ним нелегко, потому что резко идет на просто взрывной рост больных коронавирусом. На границе Сурьяновской области во многих сразу регионах резко увеличилось количество больных. Поэтому мы не имеем права рисковать ни детишками, ни работниками, поэтому ни кем. Как вы считаете, это правильное решение вообще отправить в отпуск, чтобы не распространялась инфекция? Да, правильно. Потому что я читаю сейчас дневники многих итальянцев на АйТоке, кто пишет на английском, на русском. И они просто кричат и просят нас не повторять их ошибку, отнестись к этому серьезно. Поэтому я думаю, да, правильно. Как считаете, это правильная идея отправить россиян на каникулы? Даже не знаю. Как считаете, это правильная идея отправить людей на карантин, чтобы заразиться? Здравствуйте. Не могу сказать. Пока я не вижу инфекции в нашем городе. Мне кажется, надо всех отправлять, раз такая ситуация. Мне кажется, конечно, все равно большинство будет работать и перемещаться по городу, и посещать всякие места. До народа немножко не доходит, что надо бы, по идее, посидеть дома, как-то обезопасить себя и своих близких, к сожалению. Но я думаю, мера предосторожности не помешает. Первые дни совершенно нервный такой напряг, что же будет. Ну, а потом как-то постепенно, потом дома кончились продукты, и надо было сходить в магазин. Я пошел в магазин и увидел, что и магазин работает, и люди приходят, и в масках, в перчатках. Но, тем не менее, все как-то, движение идет. Потом поехали уже здесь, будучи на работе, поехали на автовокзал поснимать. Да, не пускали без перчаток, но у нас с собой были, спокойно вошли люди. И все больше и больше людей на улицах, и все более спокойное отношение, что ли, к этому делу. Люди привыкли жить в этом режиме. Люди привыкли где-то соблюдать, где-то не соблюдать, где-то помыть руки, где-то не помыть руки. Люди начали жить. Вот как так. Если честно, сначала я очень обрадовалась, потому что был какой-то период такого, что хотелось отдохнуть. И вот эта вот неделя, и ты такая думаешь, а, потом, с другой стороны, ты понимаешь, что ты журналист, и наверняка тебе не удастся отдохнуть. Но, по крайней мере, первую неделю я точно высыпалась. Я не вставала так рано, и поэтому я была рада, успокоилась. Немножко не хватает вот в этой жизни умеренности, спокойствия. И мне показалось, что это нужно. Это нужно не только мне, это нужно, в принципе, людям, моим близким, окружающим. Вот. Не обошлось, конечно, без семейных конфликтов. Вот. А в целом, ну, я взяла от этого времени вот эту, наверное, какую-то размеренность, спокойствие. И в целом, мне кажется, это пошло во многом на пользу. Я вообще считаю, что нужно искать плюсы во всем. И в том числе и в этой ситуации, к минимуму, природа отдохнула. Когда объявили пандемию и мировую, ну, и у нас в регионе, в нашей стране, и у нас в регионе, я как человек, как психолог, специалист, работающий часто, к сожалению, часто на каких-то чрезвычайных ситуациях, приходилось и нередко. Работать я понимала, что люди будут в растерянности, люди находятся в травме, люди не понимают, что делать. И им, скорее всего, вот, нужна будет, как психологическая помощь, да просто послушать. Сначала, вот с первых дней начала работы колл-центра и вообще начала вот этой карантинной, ну, карантинной назовем ее историю, не будем тут в терминологию впадать, это были звонки страха, звонки непонимания, что дальше, куда бежать, вот нас посадили дома и что. И вот как раз в колл-центре звонки были по этой схеме. Сначала шок, и сначала непонимание, и крики, и плач, и что же делать, дальше агрессия, да, куда же все смотрели, ну, главное найти виновного, ну, если людям так легче жить, ну, почему бы и нет. Дальше уже начиналось некие даже вот советы, рекомендации. Вот скажите, пожалуйста, а вот, вот, а что нам дальше, а вот куда нам дальше? Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Вы тоже берегите свое здоровье, аккуратнее, сейчас период такой, и ногу сломала, и 70 лет, и тут, видите, этот ужас. Скажите, а вот это вы не сможете? Ну, конечно, бесконечно можно, а это не тяжело. Сегодня мы волонтеры. По первой заявке привезли пожилой женщине, которая сейчас не может выйти из дома по состоянию здоровья, она сломала ногу, и сейчас передвигается даже по дому на костылях. Мы привезли ей все необходимые продукты, которые она просила, и лекарства. И очень приятно видеть благодарность со стороны людей, ведь когда ты делаешь это от чистого сердца, и люди тоже это ценят. Я не могла сидеть просто в колл-центре и собирать эти звонки. И если я живу в Ленинском районе, я работаю в Ленинском районе, и если поступали звонки от населения группы риска, бабушек, дедушек, инвалидов, которые были на самоизоляции, или люди, которые были больны коронавирусом, и они были тоже на изоляции, а они нуждаются в лекарствах, в продуктах. И я понимала, что это где-то в 15 минутах ходьбы, и я сейчас, выйдя с колл-центра, могу легко забежать и купить им продукты, и отнести. И, соответственно, я это делала. Склад находился тоже недалеко от меня, на Попово, и утром я шла туда, если я не была задействована в колл-центре, перед своей основной работой я шла собирать наборы. Потому что... Ну, а кто? Здравствуйте, Катра Алексеевич! Здравствуйте! Баланте, утром! Да, волонтеры, да. Очень рада, что я в этой организации. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы побольше людей подключалось. От 18 до 50 лет, пожалуйста, любой человек может, скажем так, не сидеть, не грустеть на карантине, а действительно помогать людям. Волонтеры, это вообще, мне кажется, такие люди очень интересные. Всегда верят, что все будет хорошо, не боятся ничего, соблюдая все инструкции и меры предосторожности, всегда готовы выйти на помощь. Мы сидели, мы разговаривали, плакали, потому что были и обиды, было и непонимание, и бабушки полицию вызывали по какой-то причине. Нет, это не из-за того, что что-то кто-то не очень хороший, ну, просто вот такие обстоятельства. И кто-то, правда, очень боялся, некая тревога, какие-то непонимания и агрессия. И часто это же молоденькие девчонки и мальчишки из благополучных семей, которые, в общем, мало что, мало видели, ну, давайте я так назову реальные жизни с некой агрессией, с тревогой человеческой. И ведь в это время, вот в такое сложное время проявляются не только волшебные какие-то свойства человека, доброта, желание помочь, порвали темняшку на груди, побежали, всем пронаборы разнесли, но и не совсем хорошее чувство. И ребята с этим столкнулись, и часто первый раз. Вот что мне дало волонтерство, когда я познакомилась с этими людьми, с этими молодыми девчонками и мальчишками. Нет, нет, там разных возрастов, но я больше все-таки сейчас говорю про молодых ребяток, потому что зачастую слышу, вот, наша молодежь, если завтра война, если завтра в поход, ну, не дай бог, все спрячутся по кустам. Никто не спрячется по кустам. Знаете, какие ребятки? Вообще, первая заявка, которую я взяла, была с таким текстом, что срочно нужны лекарства. И это было в моем районе, и я сразу взяла ее, не задумывая, потому что это было недалеко от меня. И когда я уже стала созваниваться заявителем, чтобы уточнить, нужен ли рецепт, как можно эти лекарства получить у нее, заказала она или не заказала. И я уже с заявительностью созваниваюсь. И прошло, наверное, буквально минут 5-7 от того, как я получила заявку. Она говорит, ой, я уже сажусь в маршрутку. Я говорю, пожалуйста, не выходите. Я все привезу вам и поберегите себя. Вот это была моя первая заявка. И я поняла, что пожилые люди действительно очень нуждаются в нашей помощи. И, может быть, где-то эта помощь нужна срочно. И вот именно вот эта заявка, наверное, стала таким вот для меня толчком, что нужно очень быстро действовать в такой ситуации. И обязательно сразу созваниваться с человеком, говорить, пожалуйста, не выходите. Я приду, вам все принесу. Уважаемые земляки, пандемия коронавируса продолжает бить антирекорды и в стране, и в мире. Наша область, а значит, это мы с вами находимся в жестких тисках эпидемии. Ситуация и у нас, и у наших ближайших соседей с каждым днем ухудшается. Дорогие земляки, многие из вас, наверное, обратили внимание, что в Ульяновск область сегодня возвращается очень много людей из столичных регионов и из других субъектов, которые могут оказаться носителями инфекции. Понимая угрозу для населения Ульяновск области, сегодня я подписал изменение в указ, согласно которому человек, прибывший из любого региона, обязан уйти на самоизоляцию на 14 дней. 16 апреля совершенно случайно получилось работать в Корсуне, то есть тогда это был самый эпицентр. Мы ехали на другое задание, ехали в Барышевский район, но неожиданно поступило другое задание, пришлось буквально разворачиваться, приехали и попали в самое зараженное место на тот момент. Мы тогда говорили, что там все под контролем, везде полиция, а мы уехали в Корсун, не видели ни одного полицейского, ни одного патруля. Люди ходили по поселку и даже как так, у вас же здесь ковид, у вас же здесь пандемия. На нас буквально никто не обращал почему-то внимания, но что поразило приятно, это как раз был день, когда туда приехали ульяновские врачи, майнские, то, что вот эта солидарность медиков, что одни медики сейчас лежат, болеют, и вторые, они приехали, другие медики приехали из города, приехали из соседних районов, не бросили коллег, не бросили жителей из соседнего поселка и пришли им на помощь. Сейчас мы едем на уже заведомо положительные результаты, первый результат по COVID-19. Вот мы сейчас едем осматривать этих пациентов и выявлять, если оценить состояние и если тяжелые, то госпитализировать. Не страшно? Не боитесь? Ну, страшно, конечно. Это было добровольное решение или... Конечно, добровольное. Почему решили ехать сюда, в Корсун, по сути, на передовую в Ульяновской области сейчас по COVID-19? Ну, потому что, наверное, это наш дом, мы врачи. Ну, всегда за спинами других прятаться же не будешь. Что близкие сказали, когда... Вообще, близкие знают? Нет, у меня еще не знают. Береги себя, сказали. Вот сейчас мы взяли по 20 человек. Если все мы достаточно быстро сделаем, значит, возьмем еще. Потому что с положительным диагнозом пациентов достаточно много. Значит, возьмем еще адреса, опять проведем. Это на сегодня. А завтра, как родину, скажем. До победного получается? Если не найдутся еще желающие, значит, мы пойдем. Установка тяжелая, стараемся, работаем, все, что можем, делаем. Сейчас, вот на сегодняшний день, нам, Министерство захоронения оказывает помощь, присылает бригады, споры помощи, врачей, участковых, терапевтов, врачей приемного покоя. То есть на данный момент у нас прибыло где-то в районе 13 врачей. Два работают в приемном покое, остальные подворовый обход осуществляют. Вторая съемка, она, наверное, была самая тяжелая. Не вторая по счету, а в целом вторая по такой яркости момента. Это была, когда я делала интервью с врачом-инфекционистом. Тогда, кстати, эта новость зашла в топ федеральных новостей, риа новости. Было в том плане тяжело, что не было договоренности. Нас не хотели принимать врачи, потому что врачи были уставшие. Тоже там поток всяких недобросовестных, скажем так, СМИ валил этот шквал всякой критики в сторону врачей. Нам же хотелось показать действительно труд врачей, как им тяжело. Мы находились в режиме самоизоляции. Вот я приехала в больницу, пока я договорилась с врачом, пока нашла врача им, на которые непосредственно работают в очаге. Рабочий день сейчас у нас сугубо интенсивный. Действительно, как уже в прессе говорят, то, что врачи очень устают, сестры устают, санитарки устают. Как мы приходим на работу, заступаем на смену. И действительно, едва хватает времени банально перекусить, вздохнуть, передохнуть, выпить стакан той же самой воды. И не только рабочий день, в принципе, и все дежурства проходят сейчас очень, так скажем, интенсивно. Больных поступает много, корпус уже более чем на две трети загруженный. Но коллеги все друг другу выручают. Тут даже абсолютно, наверное, каждый сотрудник, раньше, чем закончилось его рабочее время, даже и не переоделся домой, а наоборот, как бы, остается еще и после своей работы. Действительно, работаем кто сколько может, на сколько хватит сил. Через респиратор дышать, это куда сложнее. Утомляемость быстро появляется. К примеру, банально, уже через два часа точно чувствуется вот эта вот слабость, нехватка воздуха. А вот, если работник работает больше, уже понимаешь, что действительно тебя настигла та самая гипоксия. И ум куда медленнее соображает, так скажем. Поэтому, да, действительно, мы сталкиваемся с этим. Но других вариантов нет. Мы должны себя защищать. Тем не менее, терпим, работаем. Вот эта мировая пандемия создала совершенно иную профессиональную реальность. В конце концов, она заставила власть имущая обратить внимание на те преобразования, реформы, которые затевались, проводились. И мы можем честно с вами сказать о том, что далеко не всегда продуманно и эффективно. И одновременно эта профессиональная реальность новая обратила наше внимание на вас, на медиков. На ваше мужество, на вашу профессионализм, на вашу твердость характера, на самоотверженность, а не редко и на подлинный героизм. Ну и, конечно, еще раз повторяю, извините, простите меня за то, что, может быть, мы не всегда внимательно относились к здравоохранению. Для нас это вот сегодня такой вот хороший поучительный урок. Болезненный, больный, но урок, из которого мы должны будем сделать соответствующие выводы. Апрель этого года выдался особенно тяжелым. Это и резкий рост числа заболевших, и первые патрули на наших улицах, и первые жертвы вируса, и первые операции, которые наши медики проводили, облачившись в трехслойные защитные костюмы, в которых не то что работать, дышать долго тяжело. Ну, ощущение, во-первых, очень жарко, конечно, находиться, потому что даже если без третьего слоя одежды, без стерильного халата, сам по себе костюм, он создает так называемый парниковый эффект. Поэтому к этому тоже нужно адаптироваться, и явление слабости есть после операционной. Пациент поступил у нас с жалобами на рвоту кровью. Язвенная болезнь, осложненное кровоощрение. Операция была проведена стандартная в таких случаях, резерция 2-3 желудка. Прошла она штатно, никаких сложностей в течение операции не возникало. Операции, как мне сказали, сложные, не сложные, а то, что я ее как бы это... Ну, вовремя сделали, короче. Потому что вот из-за этого кровотечения могло быть и хуже. Благодарность хирургам. Получается так то, что они меня тоже вытащили. Две мечты до печали стакан Мы воскресну допили до дна Я не знаю, зачем тебе дан Правит мною дорога луна Ты не плачь, если можешь, прости Жизнь не сахар, а смерть на мне чай Мне свою дорогу нести До свидания, друг, и прощай Ну, отношение к жизни, наверное, к тому, что Когда вспоминаешь Всякие статьи и рассказы про Покадемии столетней давности Про то, как там Была чума, когда тысячи Ну, чума, там, тифы, тысячи людей болели Понимаешь, наверное, с одной стороны, что это гораздо менее масштабно С другой стороны, что Каждому столетию, наверное, выпадает Какое-то вот такое свое испытание Лично для семьи, то, что Для себя, я понял, что какие-то, наверное, моменты Которые мы часто придаем значение Какие-то, может быть, дальние планы Вот, условно, у нас были Такие немножко планы поехать куда-то отдыхать Там, за границу, куда-ли Они отменяются И ты понимаешь, что Есть какая-то сила Такая вот, как это Казенным языком Непреодолимая сила, да Которая тебе Помешает Которая все равно на твои планы Которая их отменит Как говорится, добрый путь Надеемся, что сегодняшнее мероприятие Действительно наладит и сотрудничество И, в конце концов, придет к массовому производству И данные устройства будут просто быть доступными Обычным людям Даже в их домах Потому что это глобальная цель Цель этого сегодняшнего запуска Ну что, пожалуйста, предлагается Сегодня перерезать эту ленточку И открыть, я надеюсь, дверь в будущее Презентация дезинфицирующей будки Которую ее разработчики назвали Небесный щит Состоялась в Ульяновске В самом начале лета Насколько она и другие предложения Современных скайуокеров Могут изменить нашу жизнь в будущем Скоро узнаем Но кажется, что она, жизнь Гораздо сложнее и многограннее Чем мы ее представляем А будущее всегда не похоже На наши самые смелые фантазии Что и доказала пандемия Вот твой билет Вот твой вагон Все в лучшем виде Одному тебе дону В цветном раю Увидеть сон Трехвековое непрерывное кино Все позади Уже снятый Все отпечатки Контрабанды не берет Как херувин Стерилен ты А класс второй, не высший Класса, но с бельем Вот избывается Все, что пророчится Уходит поезд в небеса Счастливый путь Ах, как нам хочется Как всем нам хочется Не умереть А именно уснуть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...